Следующая наша тема. Президент Владимир Зеленский выступил перед лидерами Большой Семерки в Японии, поблагодарив за поддержку Украины и обратившись к каждому лично. Президент Украины встретился с президентами США и Франции, канцлером Германии, премьерами Италии и Канады, президентами Индонезии и Южной Кореи, а также с премьер-министром Индии. Символично, что встреча происходила в Хиросиме. Хиросима – это один из городов, на которой была сброшена ядерная бомба во времена Второй мировой войны. Почему символично? Потому что Путин как символ сейчас угрозы, в том числе и ядерной тоже. Чуть ранее, 19 мая, президент Украины призвал арабские страны действовать самостоятельно, не игнорировать разворачивающуюся войну, которую развязала Россия. С таким заявлением Владимир Зеленский выступил на открытие исторического саммита ЛАГ в Саудовской Аравии. Дмитрий Ильич, комплексно о всех встречах и с Байденом, и с Макроном, это уже не удивляет никого. Но встреча с премьером Индии тут возбудились даже в Российской Федерации, которые были уверены, что Индия нейтральна, но все-таки на их стороне. Ну, Индия, смотрите, сегодня Индия обеспечивает самый, наверное, большой прирост денег в казну России, потому что индусы покупают и вооружения российские как следует, и нефть, конечно, и полезные ископаемые. Индия сегодня содержит Россию вообще, не будем забывать, на минуточку. Мало того, Индия – это страна с самым большим населением. Именно не Китай, а Индия. Да, обошел. Вот, поэтому встреча важнейшая, с Моди важнейшая, я считаю. Вообще, я хочу сказать, я последовательный критик президента Зеленского, все это знают, ничего нового я не сказал. И когда я его критиковал, ни от одного своего критического залпа я не отказываюсь и сегодня. Но я справедливый человек, и я всегда говорю, как есть, как я вижу ситуацию в данный момент. Я хочу сказать, что Владимир Зеленский блестяще справляется с международной работой, и сейчас мы наблюдаем очередной его мощный прорыв дипломатический. Молодец. Молодец, еще раз скажу, потому что, вы знаете, тут же надо в комплексе рассматривать, что такое, находясь в этом урагане информации, событий, встреч в Киеве, что такое переехать поездом, самолетом, после, недавно же было турнея, мы помним, Рим, Берлин, Париж-Лондон, да, напряженное. А что такое сейчас переехать было Киев-Эр-Рияд в Саудовскую Аравию, выступить на Лиге Арабских Государств, встретиться, встречи. Но это, слушайте, это надо иметь еще здоровье, я вам скажу, не каждый выдержит этот марафон встречи, общения, даже рукопожатие, даже взгляд в глаза человеку, вот он идет, я же наблюдаю за этим, люди, каждым надо в глаза посмотреть, перемолвиться словом. А тут информация с Украины поступает очередная, то есть, ну, я вам скажу, это серьезная история. Оттуда из Эр-Рияда перелететь в Японию, совсем другая уже, часовая разница и так далее. И такие важнейшие переговоры, важнейшие в Японии, ну, это потрясающе, я вам скажу. Я вижу, что он, тяжело ему, я вижу по выражению лица, по его состоянию физически, я повторяю, это надо уметь тоже выдержать, потому что вы представляете, что такое встречаться с людьми такого уровня, от Байдена до Шольца, когда их еще так много, когда еще делегации, когда с каждым поговорить, когда каждое слово имеет такой вес и такую цену, он блестяще, конечно, справляется с этой работой, и я считаю, что, конечно, я не знаю, кто кроме него смог бы с этим справиться. Говорю это я, последовательный критик Зеленского, но там, где да, там да, и мы должны быть справедливыми и честными, и я считаю, что он молодец, вот большой молодец. И мы видим, как во время переговоров в Японии, в Хиросиме, чего он достигает, потому что одно дело, знаете, по телефону, по скайпу, другое дело посмотреть друг другу в глаза и суметь разглядеть в глазах собеседника то, что нужно о твоей стране, и суметь добиться этого. Ну, честь и хвала, молодец. Субтитры создавал DimaTorzok